Здравствуйте! Вы смотрите «Открытый урок» в эфире Марина Познякова. Это программа о детях и взрослых, о взаимоотношениях, развитии, воспитании и, конечно же, образовании. Сегодня впервые выходит наша рубрика «Открытый разговор». Это рубрика о детях, учителях, родителях. У каждого из них свой взгляд на жизнь. Это рубрика о трудностях, с которыми они сталкиваются, о конфликтах, которые возникают, о разных мнениях. А разобраться с проблемами нам поможет эксперт. Как известно, можно загнать лошадь в воду, но нельзя заставить ее пить. То же самое происходит и с сегодняшними школьниками. С нежеланием учиться сталкиваются тысячи подростков. Почему это происходит? Нужно ли с этим бороться? И как? Можно ли заставлять или нужно пустить все на самотек? Об этом наша сегодняшняя рубрика «Открытый разговор». Тебе нравится учиться? Да. В школе есть много интересных предметов. Добрый, отзывчивый учителя, друзья, много общения. А ты сам готовишь домашние задания или тебе помогают? Я сам. Сам всегда? Ты хорошо учишься? Вот так. Вот что недостает, чтобы ты учился прямо на одни пятерки? Трудолюбие. Бывают моменты, когда не хочется идти, потому что кто-то из твоих друзей заболел, или просто не видит, ну как бы хочешь его увидеть, а его нет в школе. И желание идти пропадает. Если не любит учиться, это, наверное, с детства в семье не приучен ребенок к ответственности. Не подготовлен изначально любить школу, любить трудиться. Учитель может, конечно, повлиять. Не всегда время позволяет учителю, например, да, как бы вот уделять внимание. Поэтому, я думаю, все-таки здесь нужно как-то родителям поддерживать. Наверное, просто трудности в усвоении какого-то материала, скорее всего. Потому что, когда ученик начинает встречаться с этими трудностями, у кого-то есть спортивный интерес их преодолеть, эти трудности, а у кого-то, наоборот, они просто опускают руки. Самая, наверное, остро стоящая проблема – это отношение учителей к детям. Ну, в нашей школе, могу сказать, с 100% уверенностью отношение отличное. Учителя играют главную роль, так сказать, к любви и воспитанию в школе. Потому что родители, они относятся по-другому, а в школе, в детском саду это, в первую очередь, прививается коллективизм. Мне кажется, это еще во многом зависит от того, какая обстановка в семье, на что настраивают родители, какие цели они ставят перед ребенком. Сейчас просто очень много, мне кажется, стало отвлекающих моментов в жизни. То есть дети сидят в соцсетях чаще всего, они вообще круглосуточные. Отправляя ребенка в школу, у каждого родителя есть свои иллюзии, что ребенок будет все 11 лет учиться легко и самостоятельно, и с удовольствием ходить в школу, почему-то родители забывают о своих школьных годах в этот момент, что это просто невозможно хотеть учиться. Хотя есть исключительные случаи, и, в общем-то, здесь, конечно, помощь родителей, внимательное отношение могло бы помочь. Ребенок будет учиться, если он будет понимать, зачем это ему надо. Многим в школу ходить не нравится, мне тоже не особо иногда нравится в школе, но я понимаю, что знания нужны в дальнейшей жизни, чтобы получить образование и пойти на хорошую работу. Родителям, конечно, неплохо было бы избавиться от иллюзий, что школа будет воспитывать. Сейчас у нас, к сожалению, нет института, который был в свое время, там, октября, это пионеры, нет института воспитательного в школе. У нас теперь школа обучает, дает возможность выучиться. И воспитание все-таки даже законом образования вложили на родителей. Но, к сожалению, родители, приходя домой с работы, уставшие, занимаются бытовыми проблемами. Родители с вами делают уроки? Иногда да. Со мной нет. Ну, они иногда помогают, когда у меня возникают какие-то проблемы, и я считаю, что это нормально. А ты хорошо учишься? Ну, не очень. Ну, я сначала не очень сильно понимала, как вот так получилось. А родители помогают тебе делать домашнее задание? Ну, очень редко. Я сам вкуса вам делаю. Родители же дома все равно влияют на образование ребенка. И, ну, вот они говорят, что они тоже там плохо учились, то, что в жизни могут чего-то не добиться, но хотят все это изменить. А ребенок, как бы, они, родители говорят, что, ну, попытайся хотя бы поучиться, да. А ребенок, ну, нет у него желания. Раз родители не учились хорошо, значит, и ребенок должен учиться нехорошо. Ну, у некоторых так есть понятие. То есть это зависит от родителей, от домашнего наступления. А родители тебя когда-нибудь ругали за плохие оценки? Ну, да. А как они ругают? Как бы говорят, у меня родители отличники, все были, говорят, что ты должен тоже отличником быть. И так вот. А ты отличник? Ну, я хорошо. У педагогов, конечно, тоже иллюзия. Мы ждем, что родители все это сделают. А они-то не могут, потому что они, может быть, не знают, как и не понимают. Воспитанием учитель, по идее, вот конкретно он и не занимается. Если дается учителю литературы или, может быть, вот истории поговорить о каких-то важных таких ценностях, то мы можем считать это вот каким-то вкладом в воспитание. А как учитель физики, учитель математики может, в общем-то, воспитывать? Получается, воспитывает учитель своей личностью. И тогда не имеет значения, какой предмет он ведет. Детям хочется понравиться учителю, тогда нравится предмет. Кстати, есть несколько таких историй, когда ребенку так нравится, предположим, биология, потому что учитель там был харизматичный и рассказывал, и так биология нравилась. И поступив в институт на биолога, понимает, насколько биология скучная. То есть разочаровывается, потому что биология нравилась только вот вместе с тем педагогом, который мог вдохнуть вот этот предмет, какой-то вот вкус. Я считаю, что учителя должны больше внимания уделять ученикам школы, чтобы они становились, ученики, более грамотнее, интересными людьми. Когда учителя открыты, то и ученики становятся открытыми, и они тогда, им становится, наверное, интереснее жить. У них возрастает желание ходить в школу. Я считаю, что во всех классах есть умные дети, которые хорошо занимаются, и есть те, которые не очень любят учиться, потому что им трудно. Но вот как сделать так, чтобы было проще? Вот, допустим, если бы мы могли сами что-то изменить, да? Если бы вы могли что-то изменить, что бы вы сделали? Я бы сделала так, чтобы между учеником и учителем было больше понимания, чтобы они были как бы ближе, потому что не всегда учитель понимает ученика. Взрослые, находясь рядом, не замечают, каждый день встречаясь с ребенком, мы не замечаем его взрослением. И вот, наверное, основные маркеры подростка, во-первых, им важно, чтобы их понимали, и еще есть такая фундаментальная эмоция, когда он все ненавидит. А вот почему тебе иногда не хочется? Это зависит от настроения, от внутреннего настроя, от недосыпания и от различных факторов. Нужно разбираться, прежде всего, с проблемой, если она есть. Но есть вот такие короткие какие-то, может быть, способы. Мне очень нравится способ, который я и коллегам своим даю, и вам сейчас дарю. Есть такая фраза, не аффирмация, а просто фраза. Ах, хорошо-то как, как хорошо. Эту фразу можно говорить, пока вы идете в школу, из школы, на работу, с работой. Каждый шаг вы делаете с одним из слов. Ах, хорошо-то как, как хорошо. Уникальная фраза, очень хорошо работает. Во всяком случае, пока вы дойдете до дома или до школы, настроение у вас поднимется. Скажите, пожалуйста, вот есть какие-то рекомендации родителям, что делать в такой ситуации? Есть, постараюсь сформулировать покороче. Ну, во-первых, разберитесь с правами и обязанностями. Ваш контроль, родительский контроль, преподносите не как контроль, а как заботу. И подростку будет комфортнее принимать эту заботу. Не критикуйте подростка, особенно в ситуации с посторонними. То есть какая-то критика или какие-то советы только один на один, ухо в ухо, глаза в глаза. Не бойтесь признаваться в своих ошибках. Потому что глупо отказываться от того, что вам говорят наши дети. Лучше все-таки признать. Объясняйте мотивы своих требований. Ребенку недостаточно, ему не нравится слушать авторитарный стиль. Будет здорово, если вы объясните, почему вы требуете ходить в школу, почему стоит учиться, почему они считают, почему мы считаем, что дети должны ответственно относиться к учебе. В некоторых случаях полезно просить совета. То есть устанавливать отношения, как со взрослыми. И я бы рекомендовала родителям сотрудничать с учителями. Все-таки взрослые люди умеют договариваться лучше, чем подростки. Именно на этих контактах наши дети учатся договариваться. И вообще относитесь мудро к срывам подростка. Если ребенок срывается, если ребенок портится, то потом он заново возрождается. Если он ломается, то потом он заново начинает строить себя как личность. Это здорово. Урок безопасности. Отработка экстренной эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Тренировки проходят во всех образовательных учреждениях Московской области в рамках месячника безопасности. В учебных заведениях района за этим следят сотрудники правоохранительных органов и администрации. Учитывается все. Состояние школы, количество учащихся, цели и задачи тренировки. Выбирается место условного очага пожара. В обозначенное время срабатывает автоматическая пожарная сигнализация. Она выведена на пульт пожарной охраны. Педагоги и дети знают, что у каждого должна быть на лице защитно-марливая повязка. По сигналу учащиеся оперативно покидают здание. Так проходят тренировки по эвакуации в случае пожара во всех образовательных учреждениях Щелковского района. На тренировку по эвакуации привлечена у нас спецтехника, Федеральная государственная противопожарная служба, пожарная часть номер 44, которая ликвидировала условный очаг возгорания. Это первая тренировка в этом году. В школу добавились новые ученики первого класса, в котором в последующем ежеквартально будут проходить подобные тренировки по эвакуации. Учебная тренировка полезна и детям, и педагогам, и экстренным службам. Месячник безопасности проводится во всех школах, садах, колледжах и других учебных заведениях. В процессе проверяются системы оповещания, навыки педагогов по экстренной эвакуации учащихся издания, эвакуационные возможности школы, степень безопасности для людей. С начала учебного года такие мероприятия будут проходить каждый месяц. Обучающие беседы и того чаще. Сотрудниками ведется огромная работа отдельная. Вопросам безопасности уделяется внимание очень большое не только на совещаниях, но и на педагогических советах. Также мы взаимодействуем с сотрудниками полиции нашего района. И очень часто они бывают у нас в гостях в школе и выступают перед сотрудниками, перед родительской общественностью и перед учащимися нашей школы. Педагоги обсудили важные для их деятельности вопросы, поделились проблемами и услышали немало полезных советов. Подробности в нашем сюжете. Повышение требований к уровню образования, введение новых стандартов, учебников и обмен опытом – это основные вопросы, которые ежегодно обсуждаются на форме педагогических работников образования учреждений района. Основную поддержку в этом оказывает районное методическое объединение. Оно консультирует педагогов по актуальным вопросам их деятельности. Так, например, в ближайшем будущем планируется нововведение в экзамен по русскому языку для учеников с 5 по 9 класс. Ведь дети должны научиться излагать свои мысли не только на бумаге, но и в устной речи. Поэтому введение устной части, как считают специалисты, необходимо. Если раньше достаточно было одного письменного изложения, сочинения или теста, то теперь обсуждается добавить в экзамен устную форму, выразительное чтение, беседу с учеником, ответы на вопросы и составление высказываний по картинке. Предполагается, что устная часть будет неким допуском до письменного экзамена по русскому языку. Однако, как это будет на самом деле, мы посмотрим после того, как на сайте ФИПИ будут размещены демонстрационные варианты. И, наверное, до конца 2017 года мы пока не ждем изменений. А вот в 2018-м вполне возможно появится устная часть на экзамене по русскому языку. Новые стандарты на форуме обсуждали по каждому циклу. От работы дошкольных объединений до, естественно, математического, гуманитарного и развивающего цикла. По некоторым вопросам для учителей была организована встреча с представителями издательств. Мы все ждем новые бусы, а это новая концепция по обществу знаний. Новая концепция по обществу знаний – это новые учебники по обществу знаний. Каковы будут эти учебники? Чем они будут отличаться от старых учебников? Конечно, это вопрос, который интересует учителей общества знаний уже сегодня. Потому что в следующем учебном году они могут уже появиться. Кроме того, форум – отличная возможность поделиться накопленным опытом и знаниями, идеями и наработками. Все по-взрослому. В единый день голосования школьники тоже участвуют в выборах. Для них прошла деловая игра «Школьный референдум». Подробности далее. Единый день голосования коснулся всех, даже школьников. Для них в Шелковской гимназии прошла деловая игра по обучению основам избирательного законодательства «Школьный референдум». Так ученики могут понять, как проходят выборы и почему так важен каждый избиратель. С инициативой провести такую игру выступила избирательная комиссия и Министерство образования Московской области. Здесь все по-настоящему. И кабинки, и урны, и наблюдатели. И решают важный для школ вопрос – нужно ли создание районного волонтерского движения школьников. Полная процедура голосования, как и в реальной жизни. И небольшой подарок после нее, как и всем, кто впервые участвует в выборах, чтобы уйти довольным и с чувством выполненного долга. Выборы – это важно, чтобы мы могли говорить свое мнение, отдавать свой голос за то, как мы считаем нужным. В основном, почти весь класс наш пришел поучаствовать в этом. Голосовали ученики из пяти школ. Таким образом, юные избиратели определяли дальнейшую судьбу волонтерского движения, опыт организации которого уже есть в каждой школе. Ну, я так думаю, что у каждой школы есть накопленный опыт в данном направлении. И, во-первых, наверное, мы все поделимся этим опытом. Для того, чтобы выработать единые какие-то подходы к тому, чтобы в районе это движение имело вес в каком плане. То есть много мероприятий проходит, где помощь такого рода нужна. Это не только для лиц с ограниченными возможностями здоровья, но это вообще мероприятия, которые развивают, воспитывают детей. Организаторами выступили и учителя, и сами ученики, и их родители. Кстати, у взрослых была возможность подать пример. Они тоже участвовали в школьных выборах. Алексей Наумчик – волонтер Щелковской гимназии. Сегодня он в числе наблюдателей за ходом проведения выборов. Как и многие здесь, он помогал организовывать площадку и сам впервые пробовал голосовать. Я участвую в различных митингах, помогал с концертами для общества слепых в нашей школе, которая проводится. Волонтерское движение необходимо. Любой человек должен проявлять свое милосердие, и волонтерство способствует этому. Сегодня мы в гостях в детском оздоровительно-образовательном центре «Лесная сказка». Любой школьник по нашей инструкции может сделать поделку самостоятельно, при этом закрепляя свои знания по физике и получая новый для себя опыт. Начнем мы с простейшего робота – виброхода. Наша модель имеет важную черту. Ее можно сделать из подручных материалов. А как ее сделать, сегодня нам расскажет Ирина Семеновна Щербина, вместе со своими учениками Дашей и Сережей. Ирина Семеновна, расскажите, пожалуйста, вот что нам для этого понадобится? Нам понадобится щетка, моторчик, можно использовать от поломанной игрушки, батарейка емкостью 4,5 вольта, крышечка бутылки, двухсторонний скотч и изолента, два кусочка провода, две скрепочки, из инструментов ножницы и шива. Обращаю ваше внимание, напоминаю, при работе неукоснительно выполняемых правила техники безопасности. Вибрация наносит большой вред машинам, конструкциям и порой разрушает их. Но вибрация бывает не только вредной, но и полезной. Пример такого использования – отбойный молоток. Его принцип действия основан также на вибрации. А еще, используя это явление, можно построить оригинальные игрушки – виброходы. Одна из самых любимых игрушек – это виброход. Виброход двигается за счет того, что на мотор ставится так называемый эксцентрик. То есть мы используем пробку в данном случае. Отверстие прокалывается у пробки не посередине, а сбоку. И за счет этого создается вибрация, которая приводит в движение щетку. Итак, нашу работу мы начнем с того, что соберем электрическую цепь. Электрическая цепь – совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока. Простейшая установка состоит из соединенных между собой источников электрической энергии, приемников и соединяющих проводов в линии передачи. Сначала возьмем моторчик, присоединим к нему провода, к проводам присоединим две скрепочки и заизолируем все контакты, все соединения и заизолируем кусочками изоленты. Так, дальше нам нужно закрыть проводки. Здесь поправим, чтобы провода не торчали. Мы изоляцию накладываем для того, чтобы провода не входили в контакт. Все соединения проводов необходимо изолировать. От этого зависит безопасность человека, надежность контакта, отсутствие утечек тока на землю и исключение короткого замыкания. Металлические части в процессе работы виброхода касаться не должны. Понятно? Так, хорошо. Теперь нам надо установить батарейку и мотор на щетку. Но перед этим мы должны проверить, правильно ли мы собрали электрическую цепь. Закрепить мотор на щетке можно как угодно. В данном случае мы используем двухсторонний скотч, а из крепок делаем крепление к клеммам батарейки. В нашем виброходе мы использовали щетину, но для этой игрушки щетина не обязательно условие. Перемещаться может даже консервная банка под достаточно сильной вибрацией. А если прикрепить к опоре цветные маркеры, то на листе бумаги они оставят след с рисунком. Я предлагаю вам выбрать по смайлику и украсить ваши виброходы. Ну что, устроим соревнования? На старт! Внимание! Марш! Подправляйте руками его. Немножко так подправляем. Направление движения виброхода зависит от множества разных факторов. Среди них может быть и разная рабочая поверхность, распределение масс на щетке, угла наклона, формы щетина и так далее. Цель нашей деятельности – привлечь внимание детей к техническому творчеству и к профессиям инженерной сферы. И в этом году, например, три выпускника наших объединений поступили в инженерные вузы. Наша задача, как педагога дополнительного образования, научить детей получать удовольствие от творческого труда, с тем, чтобы дети могли из подручных материалов смастерить какую-нибудь занимательную поделку и увлечь себя, и также, может быть, развлечь своих друзей, научить чему-то их. И я считаю, что у нас это успешно получается. Вы смотрели программу «Открытый урок». С вами была Марина Познякова. До встречи в эфире! Субтитры подогнал «Симон»!